Всем привет, с вами Информ ТВ. Несмотря на то, что советская актриса Марианна Кушнерова сыграла в кино всего три роли, зрители запомнили ее надолго. Уж слишком хорошо воплотила она на экране милую и скромную Дуню, главную героиню в драме Сергея Соловьева «Станционный смотритель». Марианна была второй женой режиссера и могла бы сыграть еще много ролей в его фильмах, но от карьеры артистки она отказалась и предпочла работу в музее. Почему же так произошло? Давайте разбираться. Юная красавица училась во ВГИКе на киноведческом факультете, когда на нее обратили внимание и пригласили на пробы. Так она попала на съемочную площадку картины «Рыцарь мечты». Следующая роль в короткометражке «Первая дорога» осталась незамеченной. Зато фильм «Станционный смотритель» принес Марианне известность, множество восторженных отзывов о ее работе и судьбоносный брак с режиссером. Она вышла за Соловьева замуж, несмотря на то, что была на 10 лет младше. К тому же до встречи с ним у Кашнюровой был парень, начинающий оператор, который на тот момент служил в армии. Но она влюбилась в режиссера и, как оказалось, на всю жизнь. Супруги поначалу были очень счастливы. Марианна – настоящая преданная и любящая жена, замечательная хозяйка. Но когда она была беременна, муж на съемках картины «Сто дней после детства» увлекся 14-летней актрисой Татьяной Друбич. В октябре 1974-го Кушнерова родила сына Диму. Но ребенок не удержал Соловьева в семье. Он влюбился без памяти, а через пару лет ушел к Друбич. Марианна так сильно переживала предательство, что даже попала в психбольницу имени Кащенко. Молодая женщина угасала прямо на глазах. Удивительно, но к жизни ее вернул все тот же Соловьев. Что говорил Сергей бывшей жене во время встречи никто не знает, но после беседы она стала поправляться. Марианна всегда была очень красивой, нравилась мужчинам. Не раз ей предлагали руку и сердце, но она так и не забыла своего любимого. Со временем смогла его простить. Они с Соловьевым общались как друзья и часто встречались на дне рождения у сына. Сергей про него никогда не забывал. Дима, как и родители, окончил в ГИК, снимался в фильмах отца, работал в качестве продюсера и сценариста. Марианна Алексеевна буквально жила им, гордилась творческими успехами. Но Дима не успел порадовать маму внуками. В феврале 2018 года он ушел из жизни от последствий панкреатита. Ему было всего 43 года. Сейчас 67-летняя Марианна совсем одна. Она по-прежнему работает в музее кино-хранителем фототеки, занимается организацией выставок и продолжает любить двух главных мужчин в своей жизни – Сережу и Диму. Пожелаем ей здоровья и сил справиться с потерями. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok